МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот пролетел мимо полустанок. Два солдата с котомками равнодушно глядели на окна поезда. А вдали, под темной тучей, уже были видны острые верхи башен и высоко над городом купол Христа Спасителя. Алексей Толстой. Хождение по мукам. Здравствуйте! Это телеканал Самаргиз, и мы снова читаем Толстого. Осенью 1916 года Толстые жили в Москве. Это была последняя относительно тихая и спокойная осень и для их семьи, и для всей огромной страны, которая все еще называлась Российской империей. Последняя осень Романовых. Осень многих несбывшихся надежд и планов, которым было не суждено осуществиться. Что же до Толстого, то для него эта осень, вне всякого сомнения, была театральной. В московских театрах репетировались сразу две его пьесы – «Ракета» и «Косатка». И хотя репетиции отнимали у Толстого массу времени, он отдавался им с огромным удовольствием, потому что обожал театр и готов был проводить в нем целые дни напролет. «Косатка», премьера которой состоялась в декабре 1916 года, «Ракета» имела успех и в течение нескольких месяцев с аншлагами шла и в провинции, и в столицы. А вот «Ракета», которая была поставлена на сцене Малого театра и впервые показана в январе 1917-го, провалилась. Зритель почувствовал сумбурность и фальш пьесы и не принял спектакля. Но даже этот провал был необходим Толстому, потому что подводил его к тому настоящему, которое возникнет в его сознании совсем скоро и не будет давать ему покоя до тех пор, пока сестры Булавины, Селегин, Рощин и другие не начнут своего мучительного, но такого необходимого хождения по мукам. Последний час до Москвы поезд с протяжным свистом катил мимо опустевших дач. Белый дым его путался в осеннем листве, прозрачно-желтом березняке, в пурпуровом осеннике, откуда-то пахло грибами. Иногда к самому полотну свисала багровая лопчатая ветвь клёна. Сквозь поредевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клумбах и в дачных домиках забитые ставни, на дорожках, на ступенях облетевшие листья. Вот пролетел мимо полустанок. Два солдата с котомкой равнодушно глядели на окна поезда, и на скамье сидела в плеченом пальтишке грустная, слепытая барышня, чертя концом зонтика узор на мокрых досках платформы. Вот за поворотом из-за деревьев появился деревянный щит с нарисованной бутылкой. Несравненное рябиновое шустого. Вот кончился лес, и направо, и налево потянулись длинные ряды белой-зеленой капусты. У шлагбаума воз с соломой, и баба в мужицком полушубке держит под узцы, упирающиеся лошаденку. А вдали, под длинной тучей, уже видны острые верхи башен, и высоко над городом сияющий купол Христа Спасителя. Телегин сидел у вагона в окошко, вдыхая густой запах сентября. Запах листьев, прелых грибов, дымка, горящий где-то соломой, и земли, на рассвете хваченной морозцем. Он чувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет, и конец ее, в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич рассчитывал, ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка в этой единственной двери. Она ему представлялась светло-дубовой, с двумя окошками наверху, куда он притащился бы и мертвый. Огороды кончились, и с боков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместий. Грубо овощенные улицы с грохочущими ломовыми, заборы, и за ними сады с древними липами, протянувшими ветви до середины переулков. Пестрые вывески, прохожие, идущие по своим пустяковым делам, не замечая гремящего поезда, и его, Ивана Ильича, в вагонном окошке. Внизу, в глубину улицы побежал, как игрушечный трамвай. Из-за дому выдвинулся купол церковки. Колеса застучали по стрелкам. Наконец, наконец, после двух долгих лет поплыл вдоль окон дощатый перрон московского вокзала. В вагоны полезли чистенькие равнодушные старички в белых фартуках. Иван Ильич далеко высунул голову, взглядываясь. Глупости. Он же не извещал о приезде. Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог. Рассмеялся. В шагах в пятидесяти на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая с козел рукавицами, они кричали. Я подаю, я подаю, я подаю. Ваше здоровье вот на вороной, вот на резвой, на дудках. Лошади, осаженные вожами, топали, храпели, взвизговели. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, и весь ряд извозчиков налетит на вокзал. Иван Ильич забрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем. Наглый, красивый, лихач, сласковый, с нисходительностью спросил у него адрес. И для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожи, запустил рысака. Дутые шины запрыгали по булыжнику. С войны ваше здоровье? Из плена бежал. Да неужто? Ну как у них? Говорят, есть нечего. Эй, поберегись, бабушка. Национальный герой. Много бегут оттуда. Ломовой, берегись. Ах, невежа. Иван Трифоновича не знаете? Какого? С разгуляя, сукном торгует. Вчера ездил на мне, плачет. Ах, история. Нажился на поставках, денег девать некуда, а жена его возьми с поличишком третьего дня. И убежали. Наши извозчики всю Москву оповестили о происшествии. Иван Трифонович, хоть на улицу теперь не выходи. Вот тебе и наворовал. Голубчик, скорее, пожалуйста, приговаривал Иван Ильич, Хотя лихацкий высокий жеребец и бестовок, как ветер летел по переулку, Задирая от дурной привычки злую морду. Приехали, ваше здоровье. Второй подъезд. Пру, Вася! Иван Ильич быстро с трепетом взглянул на шесть окон белого особняка, Где покойные чисто висели кружевные шторы, И спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львинной головой, И звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд Иван Ильич постоял, Не в силах поднять руки к звонку. Сердце билось редко и больно. В сущности говоря, ничего еще не известно. Может, дома никого нет? Может, и не примут? Подумал он и протянул медную ручку. В глубине звякнул колокольчик. Конечно, никого дома нету. И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Иван Ильич растерянно оглянулся, Веселая рожа лихача подмигивала. Затем звякнула цепочка, Дверь приоткрылась, И высунулось рябенькое лицо горничной. «Здесь проживает Дарья Дмитриевна Булавина», Кошлянув, проговорил телегин. «Дома, дома, пожалуйте!» Ласково нараспев ответила рябенькая девушка. «И барыня, и барышня дома». Иван Ильич, как во сне, Прошел через сенегалерейку со стеклянной стеной, Где стояли корзины и пахло шубой. Горничная отворила направо вторую дверь, Обитую черной клеенкой. В полутемной маленькой прихожей Висели женские пальто. Перед зеркалом лежали перчатки, Косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый едва заметный запах Изумительных духов Исходил из всех этих невинных вещей. Горничная, не спросив имя гостя, пошла докладывать. Иван Ильич коснулся пальцами пухового платка И вдруг почувствовал, что связи нет Между этой чистой, прелестной жизнью и им, Вылезшим из кровавой каши. «Барышня, вас спрашивают!» Услышал он в глубине дома голос горничной. Иван Ильич закрыл глаза. «Сейчас раздастся гром небесный!» И, затрепетав с ног до головы, Услышал «быстрый и ясный!» «Спрашивают меня, кто?» По комнатам зазвучали шаги. Они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях прихожей и света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились, Она казалась выше ростом и тоньше. На ней была вязаная кофточка и синяя юбка. «Вы ко мне?» Даша запнулась, ее лицо задрожало, Брови взлетели, рот приоткрылся. Но сейчас же мгновенного испуга сошла с лица тень, И глаза засветились изумлением и радостью. «Это вы?» Чуть слышно проговорила она, закинув локоть. Стремительно обхватив шея Ивана Ильича И нежно дрожащими губами поцеловала его. Потом отстранилась. «Иван Ильич, идите сюда!» И Даша побежала в гостиную, села в кресло и, пригнувшись коленем, закрыла лицо руками. «Ну, глупо, глупо, конечно», – прошептала она, изо всей силы вытирая глаза. Иван Ильич стоял перед ней. Вдруг Даша, схватившись за ручки кресел, подняла голову. «Иван Ильич, вы бежали?» Убежал. «Господи, ну!» «Ну вот, и прямо сюда!» Он сел напротив в кресло и, за всей силой, прижимая к себе фуражку. «Как же это произошло?» – с запинкой спросила Даша. «В общем, обыкновенно. Было опасно?» «Да, ну, то есть не особенно». Так они сказали друг другу еще какие-то слова. Понемногу обоих начала опутывать застенчивость. Даша опустила глаза. «Сюда, в Москву, давно приехали?» «Только что с вокзала. Я сейчас скажу кофе». «Нет-нет, не беспокойтесь, я сейчас в гостиницу». Тогда Даша чуть слышно спросила. «Вечером приедете?» Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся. «Значит, я приеду. Вечером приеду». Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную, сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо. Кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся. Даша стояла спиной к свету и глядела из-под лобья. «Часов в семь можно прийти, Дарья Дмитриевна?» Она кивнула. Иван Ильич вскочил на крыльцо и сказал, «Я хочу в гостиницу, в хорошую, в самую лучшую». Сидя, откинувшись в пролетке, засунув руки в рукава шинели, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени, людей, деревьев, экипажей летели перед глазами. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся. Колдовство! В это время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело. Никакими словами нельзя было собраться с духом, сообразить, что же случилось. Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре. Екатерина Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Даши на шаге, она спросила, не поднимая головы, «Даша, кто был у тебя?» Катя вгляделась, лицо ее дрогнуло. «Он!» «Не понимаешь, что ли?» «Он!» Иван Ильич. Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками. «Катя, ты пойми, я даже и не рада, мне только страшно!» проговорила Даша глухим голосом. Субтитры создавал DimaTorzok